Стали производить невероятный шум. Как звали главного героя? Напомните, пожалуйста, Валерия Анатольевича. Алексей его зовут. Алексей, да, Алексей. Алексей с маленьким ребенком. Сам он был строителем. Заметил, что разобрали стяжку на потолке. Что-что? Я помню. А, вы помните, да? Все, я помню. Если вы возражаете, давайте мы распределим роли. Кто возьмет на себя роль вот такой взбалмошной соседки? Можно вести диалог. Вы, Ирина, сможете? Да. Ну, хорошо. То есть вы настройтесь, пожалуйста, да? Для того, чтобы понимать подтекст этой ситуации, который скрыт, имейте в виду. Предположим, что у нас будет Валерий Анатольевич Алексеем. Не возражаете? Алексей с маленьким ребенком, да? С семьей. И, допустим, учитель музыки в начальных классах, бюджетник, скромный человек, ничем не примечательный. И вот Светлана, которая живет этажом выше, очень состоятельная женщина. Ездит на дорогой иномарке, неожиданно очень разбогатела. И, соответственно, ведет себя несколько так, высокомерно. Понимаете, да, Ирина? Вот какая роль. Вам отведена. Ксения Владимировна, сможете быть в роли медиатора? Не возражаете? Так, какую роль, уважаемые коллеги, вы выделите мне? Подрядчик или... Там были еще-то подрядчики и кто-то другой. Там подрядчик был, да. Ну, тогда, пожалуйста, я подрядчик, если вы не против. Итак, Ирина Владимировна, главным образом нам хотелось бы, чтобы вы посмотрели, как происходит медиация на практике путем участия в имитационных сессиях. Мы эту сессию запишем для памяти, затем ее проанализируем и посмотрите на работу профессионального медиатора, на работу Ксении Владимировны. Ксения Владимировна, начинайте, пожалуйста, введите сессию. Коллеги, добрый день. Я приветствую вас в нашем центре медиатора и примирения. Меня зовут Ксении МОК-2. Я назначена медиатором для разрешения вашего конфликтного случая. Я хочу вам напомнить о том, что основные принципы медиатора и добровольность конфиденциальность. Медиатор, как в любом законе, существует несколько несложных правил. Самое главное правило – это слушать и не перебивать друг друга. Одновременно я буду перебивать вас, но это будет происходить исключительно в ваших интересах и целях экономии времени. Скажите, пожалуйста, все ли вам понятно? Есть ли ко мне вопросы? Участливые вопросы перебиваются? Некоторых путей вы исключили. Нет, Светлана. Я хочу, чтобы вы договорились сейчас о первом правиле вместе с Алексеем, потому что перебивать друг друга нельзя. Это несложное правило является основным и обязательным медиатором. Для меня все приемлемо. Я все понял. Давай продолжай. Я тоже участвую в медиаторе, да? Да, слушай, у вас. Нет, нет, нет. Как работод подрядчика писала? Николай. Николай. Николай, это я, да. Я тоже участвую. У меня такие же правила, да? Конечно, Николай. Все, прошу. Ну что ж, я благодарна вам за то, что вы достигли первого соглашения в вашей конфликтной ситуации. О том, чтобы не перебивать друг друга. Скажите, каким временем мы распорогаем и нужно без перерыва. Продолжение следует...